Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на YouTube-канал Валерий Флиппинг. Собственно, меня зовут Макарий. Этого молодого красавчика зовут Валерий. Всем привет. Да, Валерий, представься, пожалуйста. Валерий меня зовут, занимаюсь флиппингом. Сейчас мы поговорим с Макарием о наболевших темах интересных. О наболевших темах интересных. Значит, мы находимся в подкаст-студии «Москва». Добро пожаловать. Если вы хотите снимать подкасты, развивать YouTube-каналы, пожалуйста, добро пожаловать. Приходите к нам. Это наше пространство. Всему обучим, научим, снимем, смонтируем, оптимизируем. В общем, вот все как надо. Сегодня мы с Валерой хотели затронуть тему недвижимости и о том, как в Москва-Сити куча фейкеров на Циане, на Авито, везде просто орудуют и сервисы с этим ничего не делают. Валерий, давай, наверное, опишем проблему сначала, и потом ее как-то обсудим, и дальше уже поймем, что с этим делать. Да, была у нас задача совсем недавно арендовать либо помещение, либо офис, либо апартаменты в Москва-Сити. Ну, какие для этого способы есть? Знакомые, ЦАН, Авито, ну, по сути, все. Яндекс, недвижимость, но уже, наверное… Ну, это уже вторично. И еще домклик.ру, один из, кстати, сервисов, в который еще вот эти вот всякие ребята не дошли до него почему-то. Да, ну, оттуда меньше спроса, поэтому им не особо интересно. Какая основная проблема была? Основная проблема такая, что мы прозвонили объявлений, наверное, 50, из них порядка 40, это были 43, наверное, это даже фейкеры. Давайте поясним, что такое фейкеры, потому что я тоже сталкивался с тем, что мы звонили и получали ответы. Фейкеры – это те объявления, которые классная, крутая квартира, но апартаменты, либо офис. И когда ты звонишь, тебе представляется менеджер и говорит, что сейчас я оставлю ваш контакт другому менеджеру, почему-то непонятно, почему менеджер оставляет контакт менеджеру, и потом этот менеджер тебе перезванивает и говорит, что, ой, извините, у нас такой квартиры нет, но вот есть другие варианты, и начинает напихивать и показывать разное количество вариантов. Да, все так. То есть мы уже нашли способ после того, как прозвонили много объявлений, как их просто по ним даже не звонить. То есть есть порядка там 10 аккаунтов, которые выкладывают в ЦАН вот такие вот объявления, и поэтому нормальное объявление уже легко найти, легко понять. Спустя, наверное, несколько дней мы это поняли. Какой способ порекомендуешь ребятам, чтобы не натыкаться на фейкеров? Наткнуться все равно придется, чтобы просто понять, что это фейкеры. То есть звонков там 5-10 придется сделать, просто уже потом посмотреть, что конкретно этот аккаунт размещает только фейки, и им больше не звонить. Здесь важный момент, что если вы ищете в Москва-Сити апартаменты, офис, либо что угодно, в 95% случаев будут фейкеры. Да, то есть специальные компании, которые являются риелторскими агентствами, они работают и только по Москва-Сити, и занимаются только фейками целенаправленно. Я думаю, даже ЦАН Авито это знает, понимает, но может быть им это выгодно, но почему-то вот обычному юзеру, пользователю, который хочет арендовать, невозможно выйти на собственника, и собственники тоже очень страдают, потому что они не получают звонков всех лидов, все звонки получают именно вот эти компании. Да, мы столкнулись с тем, что на протяжении 50 звонков у нас было порядка двух собственников всего. Да, это если прям напрямую два собственника и там три риелтора, которые нам показали. То есть всего показали, посмотрели мы, наверное, пять дней, и вариантов, ну, восемь, может быть, десять, где-то так. Ну, и учитывая там всю локацию, которую мы просматривали, разные объекты. Да, причем некоторые риелторы утверждают, что они знают все в Москва-Сити, но мы как бы так смеемся немножко над ними, говорим, ну, не совсем все, вот у нас там есть вариант подешевле, но не говорим. Да, ребят, смотрите, здесь такой небольшой лайфхак о том, что если вам риелтор говорит, что вот таких цен нет, вы больше ничего не найдете, это их информация, вы вправе проверять эту информацию, скорее всего, она будет ложной, и вам просто придется больше времени потратить на поиск. У меня вопрос к тебе, Валер, почему такое вообще происходит? Почему эти фейкеры, почему с ними не борется ЦИАН, и вообще что с этим делать? Фейки есть в любых ЖК, то есть есть фейкеры, которые именно концентрируются на Москва-Сити, а есть которые концентрируются на более таких объектах подешевле, но и там тоже есть, выставляют нереальные фотографии. Ну, а почему это происходит? Ну, потому что честными способами находить клиентов сложно, то есть нужно позвонить собственнику, убедить его продавать, чтобы собственник скинул фото, или приехать отфотографировать, то есть это целая эпопея, а фейк, ну, база, нашел базу фоток, выкинул, и все, вот у тебя уже клиенты посыпались, и ты им уже предлагаешь. А тем, у кого мало времени, они, конечно, согласятся с ними работать. Ты строил объект в Неве, да, расскажи, пожалуйста, про него, и как фейкеры сейчас безбожно используют твои фотографии для того, чтобы привлекать к себе клиентов? Да, у меня был в Неве Тауэрс апартамент в 22-м году, я его купил по хорошей цене, сделал ремонт, хорошо продал, хорошо и для себя, и для покупателя, то есть была очень интересная быстрая сделка. После того, как мы уже совершили сделку, то фотографии как раз-таки попали вот в эту базу и используются для аренды, то есть сейчас они выставляются, якобы эта квартира за там 270 тысяч. Хотя я связался с собственником, говорю, вот же ваша фотография, она говорит, ну, с этим ничего нельзя сделать, а там она, видимо, боролась, уже осталась с этим бороться. То есть получается, что фейкеры просто берут фотографии и ищут или у них, как этот способ происходит вообще? Ну, каким-то способом они, допустим, связываются с собственником, и с собственником говорит, что хорошо продавайте. Они делают фотографии, и все, они попадают в эту базу между собой, они потом меняются. То есть это такая мошенническая схема по добыче фотографий, или как это происходит? Ну, просто в течение времени все-таки они здесь работают, у них какие-то объекты появляются и реальные, которые они показывают, и, конечно, они фотографируют, и потом сдают уже, используют как для фейков. Разные агенты предлагали данное помещение по абсолютно разной стоимости, и вообще собственник был не в курсе этой всей истории, что очень грустно, с одной стороны. Ну, скорее всего, агент, наверное, был в курсе, иначе бы объект вообще не появился. То есть агент просто сказал, да, приводите клиентов. И вот эта молчаливая да, просто вылилось то, что как бы предлагали. Я знаю, что еще хотел обсудить. Я видел, как ты принимаешь объекты и с какой легкостью ты это делаешь, в том плане, что большинство людей, наверное, я в том числе, переживают, когда там все договора, все должно быть идеально, а ты сразу видишь человека, если ты понимаешь, что что-то, каких-то документов нет, все равно переводишь деньги, вот поделись своей схемой какой-то. Значит, да, есть юридически правильная схема, что вот на договоре аренды должна быть там выписка ЕГРН, все собственники, там переводится не наличка, а именно насчет собственника, но не всегда так бывает. Часто, особенно в Москва-Сити, человек живет где-то за границей, доверенность забыл и не захотел, здесь какой-то риелтор или какой-то там друг кто-то сдает, и приходится, да, понимать по косвенным признакам, то есть тебя пытаются развести или, ну, реально вот объект сдается, да, потому что, ну, разводки тоже бывают. Какие принципы, что тебя разводят и какие принципы, что тебя не разводят? Ну, торопят, например, да, разводят, или, ну, например, бывает так, что уже по голосу слышно, там, по телефону, что, ну, нет смысла с этим человеком связываться, потому что, ну, вот пытается он какую-то свою игру играть. Ну, как правило, сейчас рынок недвижимости более-менее все окей, но как бы фейкеры, вот они есть, да. Значит, скажи, пожалуйста, я хочу обсудить, здесь в Неватаверс был объект по суперзаниженной стоимости в рамках того, что он был вайтбокс. Вайтбокс – это без отделки, ну, или отделка просто белой стены, да, получается. И собственник предлагал какие-то неадекватные истории со стороны страховки на полмиллиона долларов. Вот как это все происходит, как это можно вообще объяснить? Ну, страховка – это здесь адекватная история, потому что в Неватаверс управляющая компания не выдаст разрешение, если не сделать страховку на полмиллиона долларов. Ну, то есть это не стоимость страховки, а стоимость покрытия ущерба в случае чего, если произойдет. Значит, условия, да, там были интересные, то есть нам выставили условия, что должен быть некий поручитель при договоре аренды, что вообще является очень странной вещью в России. Человек живет в Америке, и для него это является нормальным. То есть если арендует компания, как он сказал, да, что он хочет посмотреть обороты, прибыль, ну, то есть это за гранью фантастики для нашей страны. То есть получается, что собственник сдает помещение по, ну, скажем так, чуть ниже рынка, да, ну, или такая адекватная цена, сдает на долгосрок, там, по-моему, два года у нас было, да, необходимо покрыть страховые взносы, необходимо было стекла, по-моему, еще, да, что-то застраховать? Да, застраховать стекла, зарегистрировать договор в Росреестре, так как он хотел даже на три года сделать. Плюс мусор, что-то еще, какие-то вот такие расходы, тысяч на 40. Да, плюс оплата выноса мусора 60 тысяч. Ну, то есть, если резюмировать, он хотел огромное количество разных итераций, и еще посмотреть компанию, счета и все остальное, да, то есть, а взамен он готов просто был предоставить помещение еще и нехотя, да, то есть... Да, которое мы ему должны как бы отремонтировать, оставить еще в хорошем состоянии, но надо понимать, что он почти год уже сдает, то есть, значит, рынку это неинтересно. То есть, когда мы встречались с риэлтором, риэлтор сказал, что вот я вложил в это объявление кучу денег, по-моему, 80 тысяч вложил, уже просто у него психологически он хочет хотя бы вернуть, не заработать, но хотя бы вернуть. Но после того, как я ему уже сообщил, что квартира находится в ипотеке и зарегистрировать договор аренды долгосрочной будет достаточно сложно. То есть, еще и апартаменты находились в ипотеке. Да, в ипотеке, то есть, это согласовать с банком долгосрочную аренду, не факт, что это бы получилось, прям совсем не факт. Банку это зачем? Ну, как бы незачем. После этого он уже снял объявление с публикации, наверное, это была последняя каплина. Слушай, ну да, это тяжелые объекты. Мне вопрос такой, почему не в Атаверс, почему мы здесь и, в общем-то, твое отношение к этим башням. Москва-Сити проект сам по себе из 2000-х, 2010-х годов, да, а башня не в Атаверс, она построена там в 20-м, 21-м году. Она просто новая, свежая, красивая, с панорамными окнами, с красивым прогулочным четвертым этажом, с фитнес-центром, с бассейном, со своим фудкортом, со своим торговым центром, то есть инфраструктура на максимальном уровне, чего нету в любой другой башне. И скажи, пожалуйста, вот расскажи про кейс, когда ты здесь строил, за сколько ты заходил, за сколько ты выходил, если есть такая информация, я думаю, подписчикам нашим было бы интересно про этот кейс узнать. Да, про кейс я уже рассказывал, покупная стоимость была 25 800, порядка 4 400 вложений в ремонт в ипотеку и продажа 39 700 за вычетом комиссии фейкерам, кстати, вот через которых я продавал. Вот, расскажи, расскажи, это интересно. Как я вышел на фейкеров? То есть я понимал, что выставляясь самостоятельно, будет сложно искать клиентов, тот же самый ЦАНАВИТО, ну, люди смотрят и попадают целиком на фейкеров. Соответственно, я позвонил как покупатель, со мной связалась некая менеджер, и я ей уже напрямую искал, вот у меня объект, давайте продавать. Ну, несколько дней она молчала, потом я говорю, ну, давайте чуть-чуть снизим цену и все, прям вот предлагайте всем подряд. И все, начались просмотры, буквально там три просмотра и человек купил. Ну, внес дистанционно задаток через там другого риэлтора и приехала она уже на сделку, то есть утром они прилетели, и мы сразу в банк через час поехали. — Какие рекомендации можешь дать ребятам, которые снимают здесь апартаменты, офис в Москва-Сити, что им делать? — Ну, метод перебора никто не отменял, да, то есть метод понимания, какой аккаунт размещает эти объявления, также нужно проанализировать и просто не звонить по этим объявлениям. Но в целом, что бы вы ни делали, все равно наткнетесь на фейкеры, все равно вам будут предлагать какие-то варианты. Кстати, а может быть и предложат тот вариант, который вам понравится и будет интересно. — У нас были, как их называют, небольшие помещения, которые мы хотели арендовать в самом начале. Как мы их называли, я уже не помню. — Коморки. — Коморки, да, есть коморки, никому не нужные, которые стоят от 4 до 6 миллионов, если их купить, и порядка там 65 тысяч зарядок. — Ну, за них 8,5 хотели при продаже. В аренде, да, они стоили недорого, но они без окна, с вентиляцией в виде просто вентилятора какого-то ручного, ну, то есть прям из лифта выходишь, там, на 78-м этаже, и вот сразу эти коморки. Для фото-видеостудии еще как-то более-менее, но для обычного офиса, конечно, это не ликвид, и поэтому... — Поэтому там такие цены, и действительно, если вы хотите снять какую-то коморку небольшую, но в статусе Москва-Сити, это очень достаточно неплохой вариант, как мне кажется, да. То есть там поднялся этаж, но окошка там, к сожалению, нету, ну, поэтому, собственно, и такая цена. Ну, а Москва-Сити? — Да, если вот концентрация ваших покупателей и клиентов именно в Москва-Сити, и вам не нужно там что-то показывать, что у вас дорогой богат-офис, то, конечно, добро пожаловать туда. — Давай подведем еще итоги, и я хотел бы, чтобы ты перечислил какие-то классные ЖК, ну, вот, в принципе, в Москве, куда можно рассмотреть историю с арендой апартаментов, либо покупкой, вот, на твой взгляд. — Ну, я больше разбираюсь по ЖК, которые уже построены, да, которые я подбирал, покупал, то есть они мне понятны. Ну, вот сейчас актуален там Павелецкая Сити, Сити Бэй, Хедлайнер здесь недалеко. — До сих пор еще актуален? — Хедлайнер до сих пор даже строится, там огромный проект, и там последние дома сдаются то ли в конце этого года, то ли даже в следующем. Филиград замечательный, Филисити, он более такой приватный, где меньше народу. Филиград больше такое тусовочное место, как Нева. Ну, наверное, вот эти, да. — Сколько человек может денег заработать, если вложит в флиппинг? — Флиппинг сейчас переживает не самые лучшие времена из-за высокой ставки, то есть и риелторы, и флиперы все жалуются на недостаток покупателей. В сегменте до 30 миллионов сложновато, в сегменте от 30 миллионов люди покупают уже без ипотеки, они как зарабатывали, так и зарабатывают хорошо, и спрос есть. Поэтому все те же самые, порядка 30-60% годовых, но в более высоком сегменте. — Ну и больше рисков получается. — Рисков финансовых, да, точно так же человек покупает инвестору квартиру на себя, то есть все те же самые риски, что он просто купит себе квартиру. — Ну и расскажи еще интересный случай, давай поделимся со зрителями. Мы когда начинали вести тебе YouTube-канал, по-моему, при 85 подписчиков к тебе обратилось 5 заявок, да, то есть Валера привлекает инвестиции. Если раньше ты привлекал от 5 миллионов рублей, да, сейчас это какая сумма? — От 20, если у нас ипотека также будет участвовать, то есть порядка 10 миллионов ипотека, то... — Расскажи просто подробнее, как это все вообще выглядит. — Да, если вкратце, то мы с вами созваниваемся, я показываю вам объекты, показываю кейсы, что сейчас ремонтируется, что сейчас продается. Рассказываю все абсолютно честно, что хорошо продается, что плохо, да, вот сейчас у меня объекты там 2 месяца продаются так себе, там они по 17 миллионов стоят. Встречаемся, общаемся, заключаем договор, если устраивает доходность, устраивает наше взаимоотношение, да, подбираем дальше объект. Если инвестору нравится объект, и мы понимаем, инвестор и я, что доходность соответствующая, то покупаем на инвестора, делаем ремонт за счет инвестора, соответственно, он получает квартиру с добавленной стоимостью, которую мы продаем, и делим прибыль в равных долях. Ну и вот в предыдущих роликах были истории про инвестиции в 5 миллионов рублей, и ты прямо из Ютуба нашел инвестора, который написал благодаря этому ролику, и вы сейчас в сети Бэя уже продаете. Да, было несколько человек, которые писали, да, разумеется, пишут, звонят, но с кем-то получилось работать, с кем-то нет, с кем-то у меня даже не получилось объект подобрать, то есть как бы человек говорит, вот все есть, деньги есть, но неинтересные объекты с небольшой доходностью, то есть интересные объекты, где от 2 миллионов мы зарабатываем, да, которые там делим пополам, поэтому не ищу как бы именно вот много инвесторов, много не нужно, нужно несколько. Один-два, но качественно для расширения. Да. Ну что, друзья, спасибо большое вам за то, что посмотрели, я надеюсь, вам было полезно, потому что действительно опыт вот такой, который получил я, как обычный человек, который не связан абсолютно с недвижимостью, перезвонив кучу объявлений с Москва-Сити, увидев, как работает профессионал своего дела Валерия в рынке, я увидел, что действительно, я, наверное, уже могу становиться агентом и рассказывать вам про Москва-Сити, как снимать объект, как находить действительно собственников. Мы, кстати, не рассказали, не осветили, как мы этот объект брали в аренду, да, то есть мы же не с первого раза. Ну да, скажем так, мы когда первый раз пришли, у нас получалось так, что здесь какие-то непонятные истории, мы пришли подписывать, тут какая-то суета, но... Все сорвалось в самый последний момент, мы уже взяли ручку, как бы все, готовы деньги переводить, риэлтор уже там почесывает ладошки, все уже сейчас будет. Риэлтору, как будто, по-моему, вот прям сегодня надо было... Лучший риэлтор в Москва-Сити. Да, лучший риэлтор в Москва-Сити, если ты смотришь, тебе привет, респект, потому что вот как он связывался между коммуникацией нашей и собственника, это был отдельный канал. Да, то есть у нас буквально происходило уже ближе к ночи, там часов в 10-11, все сорвалось, собственница говорит, точнее не собственница, жена собственника говорит, что все, мы передумали, давайте на паузу. В итоге они думали-думали два дня, говорит, все, давайте опять. Ну, в общем, все получилось как надо. Да, ну, в общем, я к тому, что... И я помню, что свой объект по аренде квартиры я точно так же брал с неким скандалом, и в итоге сейчас все отлично, но сам смысл, что такие сделки бывают, их не стоит бояться, наверное. Да, вот такой вывод. Да, то есть даже в том случае, когда человек уже категорически сказал, что все, мы не хотим с вами ничего и давайте не будем заключаться, прошло время, было еще интересно, когда вот мы выходили первый день с Макарем, Макарий говорил, ну как, ну все, мы там не будем арендовать или будем. Я говорю, Макарий, не знаю, вот, бывает правда разные ситуации, что даже после скандалов они как-то одумываются, еще что-то. Хотя там была ситуация, как будто, ну, вообще просто наотрез, уже, ну, точно 100% нет, это интересно. Да, но потом потихонечку там агент как-то расположил, я тоже как-то помогал в этой истории и в итоге все получилось. Да, ну что, друзья, спасибо вам большое, благодарю вас за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, напишите, про что снять обзор, про недвижимость, потому что есть действительно большой опыт у Валерия, пишите Валерию по поводу флиппинга, инвестиций и добро пожаловать к нам в студию, если хотите продвигать свои YouTube-каналы, пожалуйста, добро пожаловать, вот мы делаем это точно так же, как и можем сделать это вам. Да, всем спасибо, кто смотрел, пишите, звоните, оставляйте комментарии. Все, всем пока. Всем пока.